МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В субботу 20 апреля стало известно, что в парке села Емельянова Старицкого района убита 36-летняя Екатерина Никольская. По версии следствия, ударом ножа в шею женщину убил её муж, 36-летний Евгений Никольский. Спустя непродолжительное время к месту преступления подъехал родственник потерпевший, который нанёс злоумышленнику травмы в области головы, с которыми последний в бессознательном состоянии был доставлен в медицинское учреждение. Следователями и криминалистам Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области произведён детальный осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, иные предметы и следы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначено проведение экспертиз. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу. Супруги Никольские жили в Твери. Соседи говорят о них как о тихих, спокойных людях. За несколько дней до убийства Екатерина и Евгений поругались. Мы не знаем, мы просто видели, что он её выгнал. Она собрала вещи и уехала к матери. Мы даже не поняли, что вдруг у них произошло, что он её выгнал. В субботу муж решил найти свою жену, но не для прощения, а для убийства. На своей страничке в соцсетях Никольский сообщил. Я сделал это. С места трагедии самого Никольского увезли в реанимацию. С ним, увидев труп сестры, расправился брат Екатерины. Сильный удар металлической арматуры по голове надолго приковал Никольского к больничной постели. Длительное время он был без сознания. Как только пришёл в себя и был переведён в обычную палату, к нему пришли следователи и представители суда. 12 мая в больничной палате суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По обстоятельствам смерти Никольского региональный следственный комитет проводит проверку. В семье Никольских сиротой осталась годовалая дочь. Это был первый долгожданный ребёнок. Как мы сообщали, в своё время Евгений Никольский собирался в политику, был кандидатом в депутаты от партии «Справедливая Россия». Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Твери, обвиняемого в совершении восьми мошенничеств. До что доставлен в отдел полиции? По подозрению в мошенничестве. Что именно совершал? Совершал визиты к пожилым людям и забирал денежные средства, замаскированные в постельное бельё вещи. Сколько раз, в пример, забирал? Около восьми раз. Вину свою признаёшь? Признаю. Раскаиваешься один? Раскаиваюсь. Девяные средства куда дальше сбывал? Наличные. Выносил банкоматы и переводил их впоследствии на карту. По реквизитам, которые мне передавали. Фигурант действовал в составе организованной группы по схеме «Родственник попал в ДТП». Жертвами обмана стали восемь жителей Твери разного возраста и профессий, в том числе 103-летний ветеран Великой Отечественной войны. Мошенник обманул людей почти на 2 миллиона рублей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Московский районный суд города Твери для рассмотрения по существу. Росгвардии информируют жителей региона о необходимости строгого соблюдения условий хранения оружия и патронов к нему. Актуальность проблемы подтверждает анализ происшествий по всей стране с применением гражданского оружия. Особые опасения вызывают факты передачи оружия несовершеннолетним и, как следствие, ряд резонансных происшествий, связанных с причинением ранений и гибелью детей и подростков. С целью недопущения фактов травмирования и гибели несовершеннолетних Управление Росгвардии по Тверской области повторно информирует граждан о необходимости надлежащего хранения оружия. А именно, оружие и патроны должны храниться по месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц в запирающихся на замок, замках, сейфах. Обращаю внимание на недопустимость оставления без присмотра оружия и ключей от сейфов, где оно хранится, с целью недопущения фактов завладения оружием несовершеннолетними и исключения их травмирования и гибели. В зависимости от тяжести последствий при нарушении правил хранения гражданского оружия, его владельцы могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА